девчоночки сегодня у нас уже среда и я решила поделиться своими продвижениями чтобы показать на каком я свете могу сразу сказать что в пятницу вязать буду очень мало это я уже знаю так как у меня у мужа юбилей и придется сначала готовить потом будут гости их развлекать но до пятницы у нас еще есть время сегодня и завтра день поэтому буду вязать я к счастью с новым маникюром поэтому для вас только-только закончилась снимать первую часть мастер-класса по реглану худи я посмотрю возможно уже во вторнике она и выйдет то есть когда вы будете смотреть это будет воскресенье во вторник я выпущу первую часть по реглану худи но ничего пока не буду обещать потому что нужно поработать нужно обработать полученную нужно обработать отснятую информацию очень мне все нравится и провязать продвинуться немного дальше чтобы вам рассказывать и снять вторую часть по реглану худи я сначала думала снимать это все полноценным видео вам честно скажу если снимать это все полноценным видео то она затянется на довольно длительный промежуток времени поэтому я хочу снять отдельными частями а когда уже будет у меня готовая полностью работа я вам покажу я там буду смотреть потому что в начале ролика я однозначно буду говорить что будут какие-то фотографии наверно скорее всего этот эти фразы придется вырезать посмотрим потому что ну сами понимаете готовой работы у меня еще нет и я только на только вижу то есть мы будем вязать этот худи вместе с вами вот сейчас я вижу здесь реглан в погоне как это я делала я рассказала как я расчет это полная полная подробная информация и честно сказать я там очень много наболтала несмотря на то что я старалась болтать исключительно по делу то есть сейчас я вывязываю росток росток по спинке еще да у меня последний разворот на этой стороне и будет еще здесь разворот потом я дойду до нужного места развернусь и буду делать развороты уже по телу так но об этом я уже рассказывала да и все там подробная информация посмотрите практически нигде ничего тут еще пока я стараюсь чтобы без дырочек было конечно вот здесь немножко я вижу дырочку напортачила но я сильно не буду затягивать я то что пряжа пушистая конечно она будет получше ну максимально максимально мне есть что сказать и показать я думаю даже новичок свяжет этот реглан поэтому если что когда уже по выйдет реглан я где-нибудь сделаю подсказку здесь и обязательно ставлю в комментарии закрепленный поэтому если этот ролик вы смотрите уже не сразу когда он вышел то обязательно посмотрите внизу в комментариях он будет обязательно этот реглан погон закрепленный то то подпишитесь на канал чтобы не пропустить новый ролик по реглану погона и не только реглану погон будет очень много полезного и интересного так на этой неделе то есть за эти три дня я немного двигала шарф шарф продвинула не совсем много даже уже поставила маркирочек маркирочек поставила сейчас объясню зачем я решила немножко расширить то есть вот он внизу поуже а вверх пойдет чуть чуть шире поэтому расширяя немножко свой шарф капюшон я буду как бы таким вот образом его расширяю мне нужно сегодня еще сделать будут фотографии и выложить в файбер в нашу группу по ликвидации остатков пряжи столько шума сейчас секунду девчонки забыла что мне там кушать готовится пришлось прерваться так остановилась на чем не на том что я каждый 10 рядов решила немножко делать расширение прибавки в этом шарфе для себя и поэтому я вот помечаю маркирочками через каждые 10 рядов его продвигать здесь сейчас отвязано 53 ряда это нужно для того так как я буду симметрично вязать и вторую сторону очень мне нравится как получается красота красивейшая переходим к следующему я его уже думаю показывала я думаю готовую работу вы уже видели должны будет выйти видео пока вы будете смотреть этот ролик а на самом деле еще не вышло я планирую завтра выпустить видео готовых работах мне нужно сегодня еще его сейчас смонтировать я даже не знаю когда это все делать сейчас уже час дня работы очень много и я еще хотела убраться по дому ребенок только в школу убежал съемка мастер-класса конечно занимает очень много времени кардиган этом показала как он и выглядит и я здесь с момента вчерашней съемки отвязала еще два сантиметра не так уж и много как хотелось сейчас буду снимать мк сейчас буду карри монтировать когда буду когда буду монтировать ролик наверно возьму его повяжу потому что вот чем классно вязать этот кардиган ты его вяжешь и не задумываешься никаких прибавочек бабочек добавочек вяжешь себе и вяжешь как говорят так и и вязала я еще а может вот это вот привяжу еще я кстати этого не вязала забыла соскучилась тем более по плану сегодня это работа это вязание это шапка моя не моя сына но вижу я вот этим таким вот шикарнейшим отворотом пока я еще до конца отворота не дошла здесь 7 сантиметров вот я отвязала только половиночку мало мало хочу много ну надо тоже поактивнее вязать шапка вроде еще пока не нужна но хотелось чтобы она была уже готова и согласитесь так там нет не буду я ее вязать потому что здесь я что-то не так сделала и у меня вылазит кусочки ниток это не об этом как говорится ну в моток я с центра решила взять то есть чтобы не наматывать лишних шести мотков я вижу шесть нитей вот я отмотала его ну вот знаете такими кусками я потом сижу распутываю когда ты монтируешь что не сильно хочется этого делать хотя можно вот это повязать и наверное скорее всего я это сделаю потому что этот процесс мне нужно посмотрите какая получается красотень я тоже от сниму для вас видео я расскажу как вижу это я это росток он еще не отпаренный я сейчас вывязываю росток честно девочки вывязываем впервые такой росток именно на круговой кокетке вот покажу как это должно выглядеть так вот так и вот так вот все вот но есть конечно же нюансы это все нюансы я хочу вот не нужно до съемки я пока не снимаю когда уже вывяжу чтобы я думаю ничего здесь вот видите уже вот этот переходик осталось 1 2 3 4 5 мне еще один ряд нужно провязать разворот правильно да ну да вот я сюда дойду и все вернусь до разворот будет один последний разворот мне остался вот здесь делать где-то примерно ну так я на скидочку да вот по ручке видите последний разворот сделаю дойду и буду уже дальше вывязывать просто по кругу провяжу еще один ряд хочу отпарить и уже потом полу по имеющейся виду как это будет все выглядеть от сниму вот единственное что я можно сказать визуально заметно продвинулась это вот эта кокетка вот я уже говорила когда она не отпарена она такая вот честно вам скажу очень тяжелая и она очень такая вот сбитая я бы сказала и не знаю вот девочонки противоречивая тоже отзывы девчонок были я не решилась что будет то будет крайнем случае она мне останется будет служить как качестве домашней футболки не буду перевязывать мне просто нравится как получается и многие уже ждали то есть на схеме кстати нету кокетки то есть обычно ой какие кокетки заговорил нету никакого ростка а я хочу чтобы был росток чтобы это было комфортно чтобы это не тянуло нигде и вот я решилась точно так же как и в классических вариантах ростка поэтому если у меня все получится все будет классно то обязательно я расскажу как это делала по свежим то есть я вот это сейчас хочу когда довяжу это все отсниму этот кусок и тогда я уже вам все расскажу я не буду выкладывать и на над сниму посмотрим конечно на сколько это времени затянет как долго я буду опять же болтать я этот кусок просто отсниму да если он небольшого ради формата будет то я довяжу до момента рукаву правильно разделю на рукава хотя вот уже у меня видите маркер это рукава уже у меня вот маркер вот маркер это маркер начало ряда для себя я поставила чтобы я понимала потому что когда ты вяжешь по кругу то все нормально но вот когда ты давай азываешь росток ты можешь потерять где твое начало видите она уже не видно что здесь было начало ряда видите потому что начало ряда дальше уж а мне нужно вернуться и сделать как положено я буду обязательно это все возвращать тем более здесь будут еще расширение я думаю все получится все классно я пока прикидывала на себя сидит идеально честно вам скажу и цветовая гамма видите вот здесь она уже пошла более голубее здесь она светлее это все мне нравится я этим просто в восторге ну буду вам показывать буду держать вас в курсе продвижение своих процессов друзья сегодня у нас уже суббота я и сегодня без задних до ног сейчас наверное уже обед я до сих пор еще ни одной петли не связала с четверга вечером вообще не присоединение попробовала даже вязать сейчас я вот сниму этот кусочек мне нужно будет сделать некоторые домашние дела потом я буду монтировать на завтра этот влог и вот я думаю тогда и подвяжу начну вязать может быть даже раньше на этой неделе у меня было в работе всего четыре проекта их я буду показывать и не буду вам показывать те проекта потому что я их не брала в работу не вижу в этом смысла тратить время и ваши и моё когда я их не вязала вязала шарф его здесь нет на столе я его доставать не буду он остался в другой коробке в комнате но я его не вырезала поэтому там чуть-чуть повязала я вроде как он показывал его если нет то уж простите значит следующем ролике вам покажу вот когда буду монтировать видео я увижу вязала я шапку ну и судя по отвороту длина отворота у меня было 7 сантиметров и судя по отвороту и довязала эти 7 сантиметров шапку я активно буду продолжать вязать на следующей неделе потому что у меня хочется просто это мелкое изделие убрать до вырезать и убрать в сторону потому что это мелкое такое изделие ну я его в основном вязала шапку я это вязала в основном когда монтировала ролик здесь не нужно думать ты круг по кругу вяжешь и все вот так вот шапочку я в сторону максимально что вам могла показать я показала ой какая прелесть по моему очень даже хорошо заметно да вот он отворот не сошел сейчас вот так вот видите чем нравится что эта шапка и резинка но тем не менее это создает эффект лицевой глади поэтому я довольна своей работой смотрится очень красиво как по мне так вторая работа по ней я пишу мастер-класс поэтому все зависит от мастер-класса сколько я провяжу вот сейчас нужно будет снять кусочек чтобы приступить провязывание дальнейшей части здесь я уже вывязала росток если вы видео видели то вы все ведь слышали здесь вывязан росток и вывязан полностью погон смотрите как получился аккуратно погон дырочек нет ну это такая еще пряжа не забывать нужно с этой стороны тоже вам покажу сейчас секундочку вот смотрите красиво и аккуратно мне безумно нравится здесь получилась косичка здесь ровненько потому что здесь немножко конечно неправильно было но стирки это не так и видно да очень классно все получается поэтому настоятельно рекомендую пробовать ничего не бояться осталось с этой серой пряжи вот столько и потом я перейду на голубой но это уже будет видно попозже конечно же если вы еще не видели мастер-класс по ходе то где-то ссылочку оставлю здесь подсказках и внизу инфобоксе по ходе это как раз предыдущий ролик этом очень подробно рассказывала пришлось перезаписывать ролик не знаю рассказал уже или нет потому что я когда начала распределять петли то есть я записывала кусочками этот ролик получается я сначала записала часть и дошла до момента распределения петель и собралась убежать за ребенка и как объяснить я посмотрела когда распределила я поняла что я ошиблась я нашла в чем причина моей ошибки и я исправила все пересняла все переделала все привела как говорится в нужный вид ну вот я очень часто когда ошибочный кусочек видео я его удаляю а когда не ошибочные то но он естественно остается там на телефоне а я не удалила и в результате я смонтировала неправильно ну да ладно пришлось удалить ролик переделать перри монтировать полностью весь ролик потратить еще дополнительное время и уже потом залить на канал ну я так вижу что я это правильно сделала так как я считаю это мастер-класс и информация должна быть максимально точная и четкой я надеюсь вам была она полезна эта информация потому что худим не безумно нравится я я очень довольна получать тем что получается как бы дальше я обязательно буду вам рассказывать а сейчас еще мне еще одна была работа но естественно это мой кардиган я о нем уже провязала мало я не буду честно говоря девочки мерить может и надо было мне даже сантиметры школьной линеечкой секундочку вот так мы сделаем 10 с половиной сантиметров у меня провязана школьная линейка еще вязать и вязать работать и работать я конечно же уделяю этому внимание кардиган здесь вообще ничего думать тоже не надо вяжи себя да и вяжи как говорят вот девчонки